Так, вот, Дубер. И сегодня мы имеем честь представить человека, который, как мне кажется, не нуждается в представлении, но я все-таки напомню. Александр Георгиевич Дугин, доктор политических наук, доктор социологических наук, кандидат философских наук. На самом деле, с вашего позволения, мне кажется, наиболее точное определение — это мыслите. Идеолог. Могу ошибаться, Александр Георгиевич, как вы сами ищите? Давай, Дупин, решай. Вы себя можете определить. Философ, на самом деле, да. Это самое емкое, самое полное определение на ваш взгляд. Ну, и философ, конечно, с мировым именем, мы тоже не можем это не отметить, потому что ваши книги переведены на десятки, без преувеличения языков мира. Да ладно, не прибедняйся. Маг. Чародей. От английского до китайского. Вот, и по степени влияния на внешний, скажем так, периметр на людей за границами нашей своей Родины, вы, наверное, один из первых российских мыслителей, ныне живущих, действующих и продолжающих работать, что характерно. Ну, и я предлагаю поговорить с Александром Георгиевичем как раз о философии, о смысловых паттернах, о различных концепциях. Да, и с учетом того, что большая задача нашего вот этого проекта «Открытой студии» понять, в какой же, собственно, стране мы живем, понять, чем дышит Россия, какие смыслы, какие идеи будут двигать ее в дальнейшем вперед, позволять развиваться. Нахуя во время дискуссии вот класть эклеры всякие там, вафли на стол, вот зачем? Да, еще сейчас бы во время разговора, короче, Дугин возьмет, эклер хуярить будет. Последовательно и поступательно. В чем фишка? Хотел бы вам задать вопрос о русском пути. Что для вас этот русский путь, русский логос, может быть? Да, это, мне кажется, самое главное. То, с чем мы имеем дело. Дело в том, что вот если мы внимательно посмотрим на то, на чем строится государство, на чем строится политика и на чем строится право, мы обнаружим такую интересную деталь, которая, собственно говоря, часто ускользает от наших практических участников, участников государственников, политиков и правоведов, что в основе всего этого лежит логос, лежит идея, лежит философия. На самом деле государство как таковое, вообще все, все существующие формы государства, по крайней мере в Западной Европе или в Европе, они так или иначе вышли из одного произведения, из диалога с таким же названием «Государство Платона», где была заложена вся вот такая основная, основное представление не только о учении об идеях, о учении о образцах и копиях, но и вообще представление о том, что такое государство. Государство как вертикальная организация общества, служащая оплённой идеей. Это парадигма государства. Второй диалог Платона называется «Политик», где описывается, чем должен быть политик, и вот в беседе Сократа с Алкевиадом, который считался такой парадигмой политика того периода в Греции. Абсолютно не помню, кстати, что было в диалоге «Политик». Можете смело меня про него спрашивать, я отвечу, не знаю, я реально ничего не помню. Выстраивается представление нормативное… Вот из диалога «Политик» вообще уже совсем. «Политики». Ну и третье произведение – это «Законы», которые произведение Платона. На самом деле вот там заложено всё то, что надо знать о государстве, политике и законах. Я помню, что был такой диалог, но что там было, не помню. Помню Евтефрон, помню Минон, помню Критон, помню государство, конечно, но политику просто совсем нет. И знали, знали в Древней Греции, знали в Средневековье, знали в Христианской империи, знали в эпоху возрождения и нового времени, знали и в России. Только сейчас перестали знать, потому что спросите современного государственника, политика или законоведа. Вообще знаком ли он с Платоном, знаком ли он с философией? Но на 99%, за редким исключением отдельных уважаемых людей, все эти люди уверены, что государство может существовать без философии, вы просто ходи там на работу и выполняй свои требования законы, они уже написаны, их можно только применять или корректировать. А политика, ну это кто во что гораст, кто пролез, молодец в любую открывшуюся дыру и щель. То есть на самом деле ничего платонического в нашем государстве, в политике и в правоведении не осталось. И это страшно, именно отсутствие логоса в нашем обществе. Посмотрите, все у нас менеджеры, все у нас практики, все у нас прагматики, все у нас реалисты. Но с точки зрения платонизма, реальность, это отражение какой-то идеи, не более того. Все сущее обладает идеей. Все сущее и есть с точки зрения платонизма, некая просто проекция идеи, некая тень идеи. Сущая это тень идеи. Вот на этом построена религия, на этом построена философия, на этом построено общество. И сейчас ни следа от этой памяти, об этом блогосе, об этом обосновании философском, той жизни, в которую мы погружены. Обосновании. Извините. Нету. Но, если это так, то мы стоим перед лицом катастрофы. Кажется, у нас возрождается государство, действительно, суверенитет, очень многие вещи идут положительные, но я не вижу ни одного проблеска, ну, второго говоря, такого полноценного ума в глазах нашей власти, наших руководителей. Есть какая-то механическая фатальность в том, что они делают, есть некий менеджерский такой сервисный подход, государство-сервис. Но государство-сервис рано или поздно, оно просто перестанет существовать и превратится в гражданское общество, где люди будут заниматься бытом, где у них не будет вертикальной идеи, и они не будут служить ни по никакой миссии, не будут иметь никакой цели, а будут заниматься логистической реорганизацией собственного быта. Это и есть быта, и наше государство, на самом деле, постепенно утрачивают это философское измерение в глазах. Хорошо, посмотрим, ведь философия, она не только в знаниях, она и в глазах. Мы смотрим российских чиновников. Например, если мы посмотрим на членов Полетбюро поздне советского периода, прям было видно и сравним их с первыми большевиками, мы видим, там горячие глаза фанатиков и шизофреников, но они горячие. И здесь вот такое как бы старческое погашенность, потому что смотришь на портреты деятелей Полетбюро, ты видишь, что в глазах их уже ничего нет, ни чертей нет, ни ангелов, ничего нет, просто некая такая тихая-тихая нисходящая тоска. Да, если мы посмотрим на портреты нашего правительства, нашего руководства, вот всех власти, мы в основном видим некое сервисное отношение, то есть не то, что чего изволите, не совсем так, но они люди именно такого практического 8-минутного склада, то есть они все менеджеры. И задача, на самом деле, кажется, что она ставится самой собой, что задача возникает как бы, как некая проблема, которую надо решать, так они и видят политику, есть какой-то вызов, есть какая-то проблема, они и пытаются решать. Но политика это вообще другое, если слушать Платона, если читать этот диалог, политика это на самом деле... Вот слушайте Дугину, он умен, видите, все правильно говорит. Это некое подчинение своего бытия высшим задачам, это и есть локос, политика это и есть философия. Высшая задача, это задача, стоящая перед обществом? Секунду, у меня сейчас ассоциация возникла очень странная, но я ее выскажу все-таки. Своего бытия высшим задачам это и есть локос, политика это и есть философия. Вот сейчас внимание, у него улыбка такая будет в стол. Задача, это задача такой довольный, что-то сказал. Мне напоминает, короче, эту сцену в зеленом слойнике, когда, значит, братишка спит, да, и пахом такой на трубе, значит, он просыпается такой, у него такая улыбка, короче, бородатая улыбка такая. Она такая, значит, на него смотрит, и такая, и слазит, короче, с этой струбы и тарелку берет. Я не знаю, почему-то у меня первая ассоциация с этой вот. Он еще потом, когда, когда руки мыл под струей, у него тоже такая. Извините. Стоящие перед обществом? Кто сформулирует, что такое общество, что такое задача? Вот все эти вопросы, это и есть объект философии, в том числе политической философии. Политика, государство, законы, право. Все это начинается с мыслей. Все это неразрывная часть мыслей. И кто же будет думать, если все будут выполнять сервисные задачи? Ну, хорошо. Так, вестит 100 рублей. То чувство, когда Дугина у Кринжинала посмотрит больше, чем в эфире на никому неизвестном подмосковном FM-радио. Да, это же какое-то радио 1. Окей, пусть у них будет один подписчик. Я. Идем дальше. Представим себе, что нами правят, как у Платона, царь-философ. Хорошо, он должен это как-то подтверждать. Если ты царь-философ, то мы тебе служим, а ты нам, пожалуйста, расскажи этот лоб. Идеи, да мы идем. Вот, коллеги, я еще бы как раз... Да зачем? Есть же список логических ошибок, Дугин. Ты что-то проебал. Скажи, мы вернулись во многих монографиях, выступлениях Александра Геевича, которые я читал и смотрел. Мне очень нравится его тезис, который постоянен, это константа. Идеи правят миром, и идеи не умирают. Если говорить о политической философии, то мы знаем, что в 20 веке можно сказать о том, что существовало несколько вот в контексте модерна таких политических теорий. Либерализм самое старое, фашизм, коммунизм, ну, социализм. Да, пересказывай Дугину Дугина. В данном случае. И опять же, опираясь на ваше исследование, можно сказать о том, что все эти концепты, они испытывают сейчас определенный кризис. Мы находимся вообще во время постмодерна, скажем так. И учитывая, что наша страна является частью вот этого глобального пространства и общества, нашей стране тоже необходима определенная идея, которой в принципе нет, потому что существует кризис предшествующих идей. Какую идею вы могли бы назвать, ну, одной из наиболее подходящих для не только нашего общества, да, русского общества, но и в целом идея, которая могла бы освежить вот философско-концентральное наполнение политической мысли? Вот, секунду. Хастург, 299 рублей. Привет, Марго, спасибо за стримы. Ты охуеен. Добавь в ВК, если не впадал, конечно. Вы знаете, интересный вопрос, он такой очень объемный. Я начну с конца. Какая идея? Идея. Во-первых, ответ может показаться расклепчатым, но только он является самым верным. Во-первых, нам нужна по-настоящему идея. И здесь идея, а не решение. Идея, а не проект. Идея, а не какой-то план действий, не дорожная карта. Идея, а не тот или иной политический лидер, не нас лидер. О, это этот логический оператор Ане, который Дугин предлагал. Логический оператор Ане, Ане, Ане. Или не преемник, или не альтернатива. Нам нужна идея, а не реформа, идея, а не эволюция, идея, а не революция. А вот теперь вопрос такой. А может ли современный человек понимать, что такое идея? Находимся ли мы в мире, где у идеи возможно то извечное, то традиционное достоинство, которое он обладал в традиционном обществе? Идея, это не то, что рождается в нашей голове, как принято считать обывателями. Идея, это то, что определяет нас. То есть не мы порождаем идеи, а идеи порождают нас. Идеи, это некое безусловное достоинство духовного начала, которое не зависит в значительной степени и от нас. Мы можем ей служить? Замечательно, прекрасно, мы можем находиться в ее тени. Но если мы откажемся от этой идеи, кто-то другой ее понесет, только мы себя из этой идеи вычеркнем. У нас же наоборот, в центре наше собственное я, индивидуум, мы считаем, что мы можем принять одну идею, потом другую. Вот были наши политические элиты, посмотрите, вот это люди, принципиально лишенные возможности понять, что такое идея. Они были коммунистами, казалось бы, идейными, даже они говорили, мы идейные коммунисты. Но как только задымились костры из партбилетов, они стали либералами. Они говорят, теперь либеральная идея. Только стоило прийти к общему реалисту Путину к власти. На стриме маргиналы еще помнят санбоя. Еще бы на стримах маргинала не помнили бы санбоя. Маргинал смотрит артификс, а у артификс нихуя крылья санбоя не происходит. Вдруг эти либеральные идеи, которые били в себя, будто мы теперь либеральные идеи, эта идея оказывается, нет, мы теперь Крым наш, патриотизм, либералы, пятая колонна сволочи, это американцы и так далее. Казалось бы, люди поменяли все три политические идеологии, о которых мы говорили. И ни одна из них их принципиально не затронула. В каждой из них, в каждой из этих идеологий, эти люди искали место для самих себя. Но вот это и есть фундаментальное отсутствие идеи. Это как раз тот постмодерн, в котором мы с вами находимся, когда идеи вообще не важны, цитаты стали текстами, где огромное количество смыслов и той информации. Как же вы заебали со своим постмодерном, серьезно. Который постоянно сталкивается человек, создает такое пространство, в котором, может быть, идеи не важны. Не совсем так. Постмодерн — это тоже идея. Постмодерн — это определенная философия, которая основана на специфической, скажем, лакановской, фрейдо-марксистской критике капитализма. То есть это некая, скажем, форма второй политической теории, то есть форма коммунизма в сочетании с либерализмом. То есть это некоторые леволиберальные философии, это продукт мышления, и постмодернизм — это философия. Прежде всего, это специфическая философия. Да, я только сейчас заметил, с камерой у них действительно что-то очень странное происходит. Я говорю про его защиту, я просто к тому, что это не состояние дел. Вот то, что мы имеем дело с российскими элитами, это называется свиньи. То есть вот человек — это существо, которого хоть немного отдаленно идея как бы затронула, как ангел крылом коснулся. А вот нашу политическую элиту эта идея не затронула. Вот эта свинья, которая с такими выпученными глазами рвется к своей кормушке, независимо от идеи. Коммунизм создает возможность движения к кормушке. Каждый бьет себя в грудь, повязывает себя в комсобольский значок, галстук и вперед там, в партию. Этого неправильно, сейчас я буду либералом. Тот же самый, смотришь, та же самая свинья, только теперь она за рыночные ценности, за глобальные там и так далее. Смотришь, уже теперь она патриотическая свинья, и теперь для нее кормушек, глазки точно такие же, рожа точно такая же, там ни в одну экран не влезет. Это не постмодерн, это просто называется, ну, такое просто самое отсутствие человеческого достоинства. Это, если угодно, с философской точки зрения, это унтерменш. Нами правят элита, состоящая из унтерменшей. Как на путь эволюционного развития поставить и элиту, и общество в таком случае? Вовремя он прервал Дугина, короче. Ммм, окей. Во-первых, здесь такой вопрос. Они снова превратились в какое-то подобие сапиенса-сапиенса. Эти, мне кажется, уже ни во что не превратятся. Просто они как бы захватили свои позиции, и они будут вокруг кормушки сплотились, и они могут принять любую идею. Посмотрите, они так легко на наших глазах. Ну, может быть, вы молодые люди, я вот постарше, мне под 60, но на моих глазах политическая элита, не меняясь индивидуально, сменила три идейные формы. У меня больше уже... Вот это, кстати, это, кстати, имеет смысл, да. Не убедите, что эти люди, так вот, они были изначально патриотами, Крым-наши, реалистами, ну, а заблуждали, изначально попали в коммунизм, потом попали в Либрид, а теперь нашли истину, естественно. Да, так... Ладно, не будем об этом. Просто проблема в том, что... О, Лизон захостила. Спасибо, спасибо за хост, Лизон. Проблема в том, что эта критика применима как бы к самому Дугину чуть-чуть. Где же... Где телема, где южинский кружок, где вот этот магия вся, когда это все делать? Стоит вильнуть хвостом или измениться конфигурацией как бы кормушки, так это же вот просто вот это агрессивное, оголтевое, толкающее, плюющее, толкающееся локтями, сволочь, она подпишется под любую идею, если это будет приносить доход. Как мы от них называемся? Это люди, вот я считаю, что у нас сейчас есть русский логос или русский путь, он есть. Это наша традиция, это наша идентичность, это мировая культура, которая нами была... Но в то же время я хочу сказать, что эта критика к Дугину применима в меньшей степени, то есть не в той же степени, вот как и... к людям, про которых он сейчас говорит. ...образом под обновленным углом зрения воспринято, частично принято, частично развито, частично отброшено, это мы сами, этот логос потенциально у нас живет. Но он абсолютно находится в полной оппозиции к политике. Вот в нашей политике ему места нету, заботы об этом логосе. Ни в одних этих свиных глазках я не вижу ни в одних, вот как в портретах политики. А на Западе? Точно такая же ситуация? Там так же, как на Дугодировании? Нет, она другая, она совершенно другая. Там доминирует одна из политических теорий, первая политическая теория. Либерализм, совершенно верно. Этот либерализм, с точки зрения своей логики, победил своих формальных противников. Социализм, вначале победил фашист, вместе социализм, потом уже один на один в дуэли победил социализм. И вот этот победивший либерализм на Западе, он эволюционирует и мутирует. Вот он и предопределяет парадигму того, что происходит сейчас. Это не совсем такое, ну как бы разузданное безидейное свинство, как у нас. Это некая сознательная идея, движение к обществу и к созданию политической системы, культуры, которая была бы основана на принципе освобождения индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Вот это и есть либерализм, просто вначале коллективной идентичности. Это то, чего не понимает онлайн-культура, значит, скептиков. То есть они-то постоянно обвиняют сторонников социальной справедливости в коллективизме. Да. То есть это настолько мимо, насколько это вообще может быть мимо. Была религиозная, сейчас гендерная, а раньше была она религиозная, отсюда протестантизм, и каждый мог выбирать себе номинацию. Потом сословная, социальная, все могли быть равны перед... Сословная. ...закона, праведство людей перед законом, освобождение от сословных ограничений. Дальше от национализма, это уже новый период, создание наднациональных образований типа Евросоюза. Следующий он, это от гендера, вы правильно говорите. Гендернотичность тоже коллективная, мужчины и женщины коллективные. И мы тут же видим, как сейчас она размывается там же на... Это и есть нынешний, сегодняшний день либерализма, это не от дурости они стирают границы между мужчиной и женщиной. Это идея либерализма, освобождение индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Это никакой неконформизм, это идея. Это идея. Цель какая у этой истории? Цель освободить индивидуума от всех форм коллективной идентичности. Какая последняя осталась после гендерной? Человеческая. Отсюда постгуманизм. Мы идем в сторону искусственного интеллекта, в сторону постчеловеческих форм жизни. Так, Дугин, 100 рублей. Противников путинского курса больше нет. А если и есть, то это психически больные. Их нужно отправить на диспансеризацию. Путин везде. Путин все. Путин абсолютен. Путин незаменим. Особенно фраза Путин абсолютен. Это прямо как Эдвард Каллен сексуален, короче. Путин абсолютен, это замечательно. Еще круче это звучит в свете того, как поменялись его взгляды касательно Путина последние несколько месяцев. Если кто не в курсе, Дугин сейчас не такой любитель Путина уже, как был пару лет назад. Киборгов. И это цель либерализма. То есть освобождение. Я, кстати, не понял, как он киборгам сейчас перешел, но я не буду перематывать. Индивидуума от всех форм ограничений. Вот если бы он улыбнулся, как Пахом, тогда бы я перемотал. А то, что я, значит, нить рассуждений про еб, нет, а это нет, неинтересно. Сонный вопрос. Многие вам скажут, что это не цель либерализма, а это объективный исторический процесс под названием прогресс. Прогресс — это идея. Все, что является идеей, это либеральная и коммунистическая идея. И, кстати, все три политические идеологии, включая национализм, тоже, если мы посмотрим идеи, например, нацистские или фашистские, они тоже были прогрессивны. Но это прогресс, это идея, это часть либеральной идеологии. Прогресс принимается всеми тремя идеологиями модерна, но во имя прогресса одни освобождаются от коллективной идентичности, другие проводят классовую борьбу и строят бесклассовое общество, а третьи уничтожают недочеловеков, создают сверхчеловека, выводя его на биологической основе. То есть все идеологии модерна, они обосновывают свое существование прогресса. Это часть их идей. И прогресс — это идея, кстати, абсолютно не христианская, а третитрадиционная, но такая вот она и есть, суть модерна. Нет, вполне себе христианская. поэтому они то что вы говорите то есть это это нужно я не знаю через какие обручи значит в голове у себя дугину приходится прыгать чтобы отделить идею прогресса от христианской от иуда христианской повестки дня учитывая что до них время был не линейное цикличное линейное время в европу занесли христиане но нет конечно прогресс от не христианская идея это видим марсиане придумали по всей видимости является ли это ну как бы целью обленной идеологии либо является это результатом прогресса и то и то правильно то есть нельзя противопоставлять это обосновывается освобождение индивидуума всех форм коллективной идентичности прогрессом прогресс либералы трактует как освобождение поэтому возникает такая самозамкнутая система ленты мебиусов который смысловым образом автореферентным одно объясняет саму себя через другое и продвигается дальше так вот запад находится в таком состоянии когда этот принцип индивидуализма он приобретает самый такой серьезный размах происходит переход мировому правительству дальше к искусственному интеллекту и к созданию такой постчеловеческой цивилизации это цель на заме и в этом смысле разорожение элит или демонтаж национальных государств это план это не потому что они строили строй а у них не получил они все прекрасно получается не может не так прекрасно есть и популизм есть какие-то то что назвать коррекции типа трампа это коррекция в этом пути к построению такого будущего есть мы например который не хотим туда может потому что не понимает какая повестка тебе шестой десяток СМОТОМИЗЕЙСКИ СМОТОМИЗЕЙСКИ И реки неправильны И реки неправильны Как понятие модели цезаризма Когда гегемония, либеральная гегемония, мировой капитализм Нападает на национальных государств Которые являются капиталистическим лишь отчасти То есть, например, с рыночной экономикой С фасадом демократии, но какие-то институты Все равно продолжают контролироваться Может быть, национальными элитами, скажем так И вот эти национальные элиты, они создают систему Которые частично принимают законы гегемонии Поэтому это государство цезаристское Оно взаимодействует с другими западными Обществами, не только западными, по их принципу Но каким-то образом Отказывается от одного из западных требований Смена элит и постепенный демонтаж государственности Наоборот, цезаризм хватается за государственность И делает элиты неосменяемыми То есть, какие-то формулы гегемонии принимают Например, демократия, капитализм, свободный А какие-то нет Избирательные реформы Вот что мы имеем Это не альтернатива никакая Да, просто тот же Грамш говорил, собственно, о том, что можно осуществить молекулярную агрессию в культурное ядро Поменять таким образом, условно, вот это культурно-информационное пространство Код, да, некий И благодаря захвату, ну, постепенному, элитационному, скажем так, того культурно-информационного пространства, в котором существует индивид Произвести революцию его мировоззрения Это мы видим отношения России, то, что сейчас делает Это с нами делают Это с нами делают Но Грамши, вы абсолютно правы Он имел в виду такое понятие, как контр-гегемония Это антикапиталистическая, антибуржуазная, антилиберальная, антиглобалистская идеология И снова идея Я просто напомню, что Грамши был руководителем итальянской коммунистической партии Очень долгие годы находился в заточении при фашистском режиме Муссолини С точки зрения Грамши Это как раз некий палеотив, некая промежуточная фаза Это не контр-гегемония, это не антитеза гегемонии Грамши считал коммунизм настоящей антитезой гегемонии Он был неправ Сегодня мы видим, что это, в общем, часть модерна Так вот, сегодня наша ситуация еще более сложная, чем была она раньше Сегодня необходимо найти контр-гегемонистскую модель, антилиберальную Выстроить ее, которая не была бы ни коммунистической, ни националистической То есть не принадлежала бы модерну Соответственно, задача по постановке под вопрос этих фундаментальных принципов Той глобальной, доминирующей идеологии, гегемонии, с которой мы имеем дело Ее отвержение должно быть еще более глубоким Вы представляете, какое напряжение ума Какие институты философские должны были под это созданы, на самом-то деле То есть нам необходима именно идея В рамках которой мы могли бы обосновать наш русский логос Так вот, что не способна сделать нынешняя власть С подобным, даже портретным, как бы, с портретным соображением Она не способна догадаться о существовании идеи и о важности логоса Для них все сводится к чисто техническим задачам А именно логос, от чего мы начали, является сегодня единственной, я бы сказал, политической формой А можно позволить двигаться и развиваться в каком направлении угодно Чему угодно внутри нашего общества, внутри Но нельзя игнорировать эту философскую проблему Нельзя игнорировать нашу идентичность, наш логос И нельзя откладывать или медлить с разработкой этой контргегемонии В одной программе мы об этом, конечно, с этим не разберемся Но это вся наша интеллектуальная традиция Это Достоевский, это христианство, на самом деле, которое призывало наш народ Быть готовыми в какой-то момент к периоду апостасии и битвы к Сантехристу Вот этот момент пришел Тот Запад, с которым мы имеем дело сегодня, это глобалистская идея Если отбросить моменты про битву с Антихристом и прочую хуйню То, в общем-то, говорит правильно Ну, то есть, если убрать, значит, мистическую, эзотерическую составляющую То в целом он прав Это и есть Антихрист, вот они, последние времена Мы, наши предки, готовились столетиями для того, чтобы занять правильную позицию в этой ситуации Вот об этом надо говорить Это наш христианский логос У нас есть русский народный логос У нас есть государственный геополитический логос цивилизации суши Вот это все сейчас нам необходимо поставить в центре внимания А вот все сервисное, оно как бы должно занять свое место Об этом Платон даже не писал Все, о чем Платон не писал, можно спокойно забыть А вот то, о чем он писал, надо поставить в центре внимания Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы вернемся к вам через несколько минут Я только сейчас понял, что передача называется Вечерний Коминтерн Причем это второй сезон Второй сезон передачи Вечерний Коминтерн Блять Так Вечерний Коминтерн Дмитрий Егорченков, Никита Данюк И вместе с нами выдающийся гость Мыслитель, философ Александр Георгиевич Тюгин И мы обсуждаем буквально такие смысловые, модерные концепты И предлагаю продолжить Вы поговорили немножко о тех контурах русского пути Которые нам необходимо сейчас начать собирать Как-то вот в одну более-менее непротиворечивую систему Но Россия находится не в вакууме Вокруг нас огромное количество игроков Со своими смыслами, со своими идеями тоже И своими потребностями геополитическими Как Россия в этом смысле, по вашему мнению Должна себя позиционировать Вот чисто геополитически Давайте посмотрим на это с позиции евразийства, может быть Совершенно верно, да Но геополитика тоже ведь идея Вот обратите внимание, что Платон тоже подчеркивает Что человеческий зародыш Развивается с головы Начали очень большие головы Маленькое такое, похоже на улику Тельца А потом постепенно пропорции Вот это на самом деле Вот бы у этого Как звали чувака, с которым я спорил перед этим У Лунтика, короче, сейчас бомбануло бы Превосходство над всем Логоса Мысли, это касается как внутренней политики Как существования нашего государства Так и внешней То есть геополитика это тоже философия, если угодно И это тоже Логос, внешний политический Логос, если угодно Здесь вы правы, евразийцы, они, пожалуй, последовательнее всего Обосновали нашу, особенность нашей цивилизации И здесь следует принимать, на мой взгляд, их позицию То есть они утверждали, что Россия Это не часть западного мира или глобального мира Это отдельная цивилизация И вот исходя из этого логического утверждения Которое надо либо принять, либо там, как бы сказать Ну как у Маркса, да, учение верно, потому что оно истинно Ну это автореферентная, это пропаганда Просто евразийцы считали, что Россия это цивилизация Кстати, если мы посмотрим на традиционно проводимые опросы в ЦИОМ Так считают приблизительно 72-73% нашего населения упорно И самое поразительное, что они с 90-х середины Да, по-моему, кстати, Громпо преподносит евразийство Как вот именно азиатскую конкретную идеологию Хотя вот обычно высказывается именно в таком виде Что Россия самая себе цивилизация В 90-х считают точно так же До Крыма нашего, до Путина 72-73% Не меняясь в нашем обществе Отражают эту точку зрения Россия это самобытная цивилизация Называют они евразийской или православной, русской Или русской, неважно Речь идет об одном и том же времени Так вот, такой цивилизации необходимо прежде всего Сохранить свою идентичность И отсюда выстраивать вот из этого утверждения Не наоборот, не сохранить свою идентичность просто так Потому что если нет смысла для чего сохранять свою идентичность Тогда нет и большой потребности в этом Если нам необходимо сохранить свою цивилизацию Это логическое утверждение Нам надо на этом основании строить свою собственную систему геополитического баланса В случае однополярного мира И доминацию, уже геополитической доминации Запада Или цивилизации моря в геополитических терминах Никакого суверенитета мы обеспечить не можем Просто потому что глобализм и означает Сдачу своих национальных полномочий То есть это десуернизация Это не просто некий эксцесс глобализации, либерализма Или принятия Запада Это требование Запада То есть отменяйте, сдавайте суверенитет в гардероб А дальше вы пройдете на наши там мероприятия На наши спектакли Совершенно верно, общество спектакля А если мы не хотим Общество тентакля Этого делать, соответственно, тогда Мы должны обосновать свою цивилизацию И строить на этом основании свою геополитику И здесь совершенно логически Только логически, опять начинается с логоса Выстраивается модель Если это так, то мы можем найти себе место только в многополярном мире Однополярный мир нас не устраивает Биполярный мир Мы не можем говорить о цивилизации в единственном числе Мы должны говорить о цивилизациях во множественном числе Россия одна из них Вот это смысл евразийского подхода Одна из них не западная, не восточная, русская Русский мир. Что-то есть западное, что-то есть восточное, но это не значит, что мы смесь этих вещей. Просто мы самобытная цивилизация, которая вообще не должна объясняться через западное и восточное, через европейское или азиатское. Оно просто русское и русское, но мы должны найти к ней русский ключ. Дальше возникает такой момент. Если это является основой нашей внешней политики, мы должны утвердить свой суверенитет, свою независимость перед лицом, в первую очередь, стран НАТО, Запада, которые продвигают однополярный мир. Пусть этот однополярный мир уже кончается, но его пытаются, он еще организирует, и он еще довольно силен. Отсюда вот эти базы американские, которые мы видим на всей территории, Евразии, на Ближнем Востоке, которые окружают нас. Значит, нам надо создавать... Биболярный мир. Системы обороны, направленные против того, кто является нашим наиболее вероятным противником, если в геополитику смотрят цивилизации... Марго, сука, я еще капу не наделал. Суши, мы цивилизация суши, а не цивилизация моря. Си-пауэр против лэнд-пауэр. Это в учебниках политологии описано, соответственно, это... И должно быть нашей политикой, и, к счастью, это так и есть, основа нашей внешней политики. Если кто помнит этот мем 2006 года... Быть не особенно осознанно, реактивно просто на нас нападает, а мы отбиваемся. Хорошо, хоть отбиваемся, в 90-е годы мы не отбивались, а по нам били, а мы еще как будто это баня, где нас лещут веников. Нам не веником холестали, нас просто избивали, истязали, насиловали, а мы визжали от радости. Так вот, нас, во-первых, значительно... Это что-то напоминает песню «Империя» Степанцова. Часть этих визжачих или готовых завизжать от радости до сих пор еще во власти, поэтому последовательные геополитики с таким набором элит, а вторая половина, это просто по-конформистам. И, конечно, долго... Да, они еще говорят «повизжать хочу». Не выдерживаем, на самом деле. Сейчас есть эта установка у Путина, и прекрасно. На самом деле, представить себе только, что будет после него, ведь когда-то придет момент после него, он же не вечен, даже Ленин из Мавзолея, как бы сказать, не может уже управлять. Сталин уже стал его именем проводить немного другую политику. Так и Путин, вот сейчас он есть, ну и слава богу, потому что он выстраивает правильный контур внешней политики, но он не вечен, и никто вообще абсолютно... Он может назначить любого, он может как бы, как сам он был назначен совершенно другим политикам. Коллеги, я прошу прощения, просто небольшая такая зарисовка. Дело в том, что нашего президента действительно постоянно демонизируют в средствах массовой информации на Западе, но я вот сейчас готовился к нашему эфиру, посмотрел те материалы, которые выходили об Александре Георгиевиче Дугине. И на самом деле, наш гость является еще уникальным в том смысле, что, ну, наверное, поменьше его демонизируют на Западе, но на самом деле огромное количество материалов, причем как европейских, так и Соединенных Штатов в Америке разного формата, скажем так, леволиберальных наклонностей. Я бы не сказал, что очень много и в основном не леволиберальных наклонностей. Такого спектра, хорошо, да. Они говорили и утверждали о том, что Александр Георгиевич является одним из главных идеологов вообще нынешней российской внешней политики. А, в этом смысле. Я к тому, что критика и всякие жуткие нехорошие вещи обычно как раз-таки от правых, так скажем, правоватых публицистов исходят по отношению к Дугину. И, Александр Георгиевич, может быть, вы развеете этот миф, может быть, наоборот, подтвердите. Потому что действительно то, о чем вы говорите, если детально проанализировать нашу именно внешнюю политику, абстрагируясь от внутренней, тем более экономической, не об этом сейчас, то мы... Альтрайты уже все, их нет, забудьте, блядь, про альтрайтов, это все закончилось, эта хуйня благополучно. А вот на самом деле, по факту, она закончилась после марша в Шарлоттсвиле, но сейчас она окончательно все уже, просто забудьте, блядь. Видим, что многие постулаты, которые вы описывали в ваших книгах о геополитике, они выполняются на практике. Ну, это действительно можно заметить, причем, на самом деле, Запад считает, что я просто из Кремляния вылезаю и как бы Путина консультирую там по сто раз на дню, это не так, конечно. У меня таких тесных связей с президентом нет, и то, что происходит, и где огромное количество соответствий и совпадений с моими идеями 90-х еще годов, 80-х годов и 2000-х годов, которые, ну, все отмечают просто объективно, они, конечно, могут и со стороны создать такой, может сложиться такой впечатление, это не так, на самом деле, с другой стороны, сказать, что я вообще ни на что не влияю, сижу, занимаюсь философией, но это ближе к истине, я действительно, для меня вот такое, как бы, прямое участие в влиянии не является целью, но я стараюсь создавать идеи, собственно, которые реализуются на практике. Абсолютно верно, я платоник, я считаю, что идея и есть самое главное. Вот когда Советский Союз рухнул, сразу же создался вакуум, как нашим военным, не всем обществом, военным, мыслить себя в новых ситуациях. Вот тут я оказался в Академии Генерального Штаба, где в значительной степени будущим молодым человеком стал рассказывать основы геополитики. Это настолько пришлось нашим генералам, тогда там был главой Академии Родионов, Игорь Николаевич, потом стал министром обороны. И вот для них это было необходимо, им нужна была идея, то есть как устраивать свою модель, если мы теперь больше не противники Запада, потому что мы больше не коммунисты. Все было построено идеологией, идеологии не было, и эта геополитическая идея в их сознании заполнила вакуум, потому что для людей, для силовиков надо было ориентироваться, находить объяснение расширения НАТО, конфронтация, почему она не происходит и так далее. И вот здесь, на самом деле, с этого начинается распространение взглядов среди военных силовиков Путина из этой среды, и я думаю, что просто врача... Как начал рассказывать про Логос, сразу все поднялось. ...в каком-то смысле среди людей, которые так или иначе эти идеи разделяют. Потом, кстати, когда я создавал партию в России в начале 2000-х, в самом начале, весь клуб ветеранов спецслужб Санкт-Петербурга, где тоже Путин был одним из членов и создателей, он вступил коллективно в нашу партию, мы с ними дружили. Но это среда, речь идет не только лично о Путине, речь идет о том, что такой взгляд на мир геополитический, евразийский является естественным для патриотических военных и силовиков, которые видят, слушают не идеологические сказки о мире, глобализации, а просто имеют дело с данными, с количеством баз, вооружений, подлетным расстоянием, временем. Да, то есть с такими вещами практически ясно, что есть какая-то конфронтация, объяснение должно быть, объяснение это в геополитике, это тоже идея философская или, скажем, мировоззренческая. И поэтому евразийство стало частью, если угодно, операционной системой функционирована нашей государственной идеей. И вот на этом уровне я, конечно, действую активно, интенсивно, стараюсь донести эту идею максимально понятно в тех случаях, когда имею дело с одной аудиторией, максимально обоснованно, когда имею дело с научной аудиторией, максимально убедительно, когда имею дело с молодежью или с короткими выступлениями в средствах массовой информации, которые требуют очень сжатого изложения. Но я в этом отношении действительно активен, напряжение очень многих лет, 30 лет, если постоянно двигаться в одном направлении, какие-то результаты можно достигнуть. Но это тоже идея, и Путин в этом отношении, он действительно следует этой евразийской геополитической ориентации, ориентации на многополярный мир. Это совершенно не было при его предшественнике, при Ельцине, и это стало при нем, и слава богу. Но дальше, вот смотрите, если говорить дальше, конфронтация не снижается, Трамп, это лишь коррекция, она все равно будет нарастать и при нем, и без него. Он немного сбивает ситуацию, он немного, как бы, чуть-чуть сбросил это напряжение, но глубинно американское государство, а самое главное, законы атлантизма, то есть той C-power, атлантической модели. Та идея, в которой они тоже существуют. Конечно, они сами живут, да, абсолютно верно, и они живут в рамках, ну, как бы сказать, в критериях атлантизма. Они не могут не быть атлантистами, потому что они, ну, как бы, это их культура, да, их история, как мы не можем не быть евразийцами. То есть, вот, если мы не евразийцы, мы перверты, это патология, это как, ну, смена ориентации, на самом-то деле. Но я могу сказать, что для них то же самое, если уж честно говорю, что если какой-то есть евразиец в Америке, там, русофил, но для них это смена, как бы, гендера такая. То есть, для нас то же самое, что если мы имеем дело с неевразийцами, мы имеем дело, ну, с людьми нетрадиционной ориентации, только в геополитике. Поэтому, естественно, для русского человека, который является частью истории, культуры государства, быть евразийцом, в широком понимании, не быть сторонником узко каких-то тех или иных евразийских идей, как принежать в цивилизации суши. И вот дальше. Если мы хотим строить многополярный мир, то нам нужны союзники. С этими союзниками надо уметь взаимодействовать. Они могут быть и чаще всего являются представителем другой цивилизации. Те союзники, которые входят в евразийскую цивилизацию, мы с ними должны объединяться. Что мы и делаем в Евразийском Союзе. Те союзники, которые будут выращивать другим цивилизациям, китайской цивилизацией, исламской цивилизацией, Ираном, Турцией. Мы должны выстраивать с ними взаимоотношения. соответственно мы должны активно прорывать структуры однополярного мира и в африке в латинской америке и в южной азии стремясь найти тоже атипичных представителей другой цивилизации не нашей понятно что даже мы и так выбираем на постсоверском пространстве но надо выстраивать диалог с другими цивилизации и не позволять впадать в исламофобию фантики тоизм вам какой-то дни приезда к другим культур искать союзников там где они спал на полярную меру это стратегия эта идея до видимо ее и вот тут как ни странно если говорить внешней политики если внутренней политики я вижу какой-то кошмар в котором мы живем признаюсь это непотребно что наша внутренняя политика это это просто полный провал то внешняя политика ну-ка не сказать что это полный успех но это гораздо более правильная последовательная разумная разумная картина то есть я понимаю из того что делает на наша страна на внешне во внешней политике процентов 80 процентов 20 иногда очень болезненных и обидных обидных я не понимаю но 80 процентов я понимаю во внутренней политике я пожалуй не понимаю вообще ничего просто когда я смотрю что происходит этих лиц когда вижу повестку дня, когда я наблюдаю за политическими партиями, за нашими дебатами, я просто в ужасе. Такое впечатление, что некие, как бы, жители совошедшего дома просто захватили власть над санитарами и перевернули, как у Маркиза ДСАД. — Может быть, вы поспорите, но, опять же, принято, когда, в том числе, по учебникам Александра Гилевича я преподаю студентам, как раз основы геополитики, в том числе, и я всегда говорю о том, что... — Очередной гений в чате говорит, что сперматозоид — это человек, блядь. — Это плённый примат внутренний... — Пиздец. — ...политики над внешней. Так или иначе, внешняя политика является естественным продолжением тех внутренних социально-экономических процессов, которые есть в государстве. И, говоря как раз о цивилизациях, о том, что сейчас мы пытаемся построить многопулярный мир, и, собственно, мы являемся естественными, скажем так, приверженцами вот этих евразийских идей, но мы забываем ведь говорить о базисе экономическом. Может быть, как раз из-за того, что наш экономический базис неопределён, абсолютно нет никакого... — Реально, сколько нахуй можно... — ...понимание, что мы строим внутри, какая социально-экономическая формация, может, дизайн? — То есть, не, ну это, конечно, очень смешно, но, блядь... — Знаешь, в чём дело? В России как-то было всегда наоборот, мне кажется. У нас внешняя политика всегда создавала внутреннюю. Внутренняя была реакция на внешнюю... Ну, не только угрозу, скорее вызов, да? Вызов с Востока, вызов с Запада, вызов военный, вызов и культурный, любой, да? — Сейчас вернусь. — Из самой себя Россия, ну, почти, мне кажется, не развивалась. Она всегда реагировала на что-то, реагировала очень мощно, реагировала иногда неожиданно для конкурентов и соперников, и противников. Может быть, нет такой угрозы, или общество не чувствует такой угрозы для того, чтобы сплотиться, создать эту русскую идею и её дальше уже нести? Как это было? — Вообще, в этом, может быть, вы правы, но дело в том, что действительно, у нас в нашей истории внешняя политика, может быть, была даже более важной внутренняей, и в ней было, в ней можно найти самые главные истоки наших проблем и наших, одновременно наших достижений. И здесь это вот, может быть, слава богу, что у нас с внешней политикой в общем неплохо, просто откровенно неплохо, особенно если сравнивать. Но здесь возникает такой вопрос. Вот это, да, мы реактивны на многом, наши, мы реактивны, но сейчас приходит момент, вот сейчас приходит момент, когда эта реактивность становится фатальной, она неприемлема. То есть, если наше общество, и здесь вы правы относительно того, что если у нас не будет ресурсов, может быть, даже не столько экономических, сколько, в первую очередь, интеллектуальных или духовных. Ведь, если, смотрите, как устроить бизнес, например, человек хочет чего-то, он ведь не думает, что у него есть для достижения, он не строит своё желание, а основание своего богатства. Никто никогда, исходя из ресурсов, цели не определяет. Наоборот, человек думает, хочу чего-то, для этого нужно столько-то, столько-то, этого нет. Самого не хватает. Пойду займу или пойду найду другого, сделаем какое-нибудь совместное. Или там проведём какую-то предварительную операцию для того, чтобы получить ресурсы. То есть, люди двигаются от цели, а не от ресурсов. Точно так же, если поставить цель сделать Россию суверенным государством, что почти стоит, на самом деле, вот под это и ищутся уже средства. Ля, я надел наушники на словах «что почти стоит». Ну что, он с Познером говорил перед этим интервью, что ли, я понять не могу. ...экономику. И здесь возникает вопрос, на мой взгляд, если во внешней политике мы эти ресурсы, и направления деятельности, дипломатические, политические, военные, мы распределяем более-менее, правильно и логично, более-менее, по крайней мере, успешно, то во внутренней политике, когда говорится, давайте развивать высокие технологии, а они не развиваются, когда говорится, давайте создавать переработку сырья и продавать в 10 раз больше, как делают все развитые страны, а нам говорится, что тогда мы столкнёмся с конкуренцией, давайте будем гнать сырое нефть, и так у нас будет больше бюджета. Вот эти все решения, они просто противоречат самой основной идее. То есть, вот как бы сбой сознание сбой что это есть идиотизм нас ведь глупость это некий сбой функционирования мышления когда вдруг какого фуа-фу спасибо за хост вот и какой-то фрагмент нарушается какое-то противоречие человеческое сознание не фиксирует внутри так и компьютер зависает у нас во внутренней политике в том числе экономика часть внутренней политики происходит такое зависание компьютера власть говорит одно на следующий уровень там думает как из этого поварить что когда это непосредственно получать указание внизу и вообще живет все по собственной собственной модели их никто не трогать только там украл наворовал ни тюрьму она снова повышение на новое направление и это норма то есть я думаю что возможно все это дело в том что все сводится на одном чекает не может заниматься всем вот путин там занимается внешней политикой чем он занимает безопасность безапасной вот это вот и более-менее это самое главное и ум этом уделять внимание а другое он как бы сказать ну кому-то отдал диригировал кому вот вот эта самая проблема поскольку он опирается только на себя то окружают его черт знает кто не пойми кто первый попавшийся люди ни один из этих людей не прожил бы там ним ни малейший Немалейшего объективного отбора с точки зрения рационального управления Это просто чёрт знает кто И вот это чёрт знает кто Как только Путин отвернётся от поставленной задачи Начинает выделывать чёрт знает что В результате, в совокупности, вот это Презультаты всех этих подобного рода действий Создаёт основное содержание нашей внутренней политики И в том числе экономики Вот, коллеги, аналогия Мы знаем, что Соединённые Штаты Америки Это как раз та сила, которая предоставила В течение нескольких десятилетий Как раз вот этот глобалистский диктат Создание вот этого глобального проекта Которому чуждо суверенитет, идентичность и прочее И вот вроде бы как Происобственного, разумеется Ну и вот вроде как произошёл коррекция Бля, не знаю почему, но бумер с вилкой в чате Чё-то в голос Как по-разному можно называть Казус Дональда Трампа, да И кстати, Александр, спасибо вам огромное Мы неоднократно с Александром посещали эфир на Телеканда Тайград Если не ошибаюсь, вы были главным редактором Телеканда уже нескольких лет Так вот, и мы видели, что Дональд Трамп С точки зрения вот его подходов ко внешней политике Даже в большей степени внутренней экономической политике Показывает пример, что можно отойти от этой модели Что так или иначе Под влиянием разных процессов И запросы со стороны широких народных масс И соответственно там национального капитала Могут прийти новые люди Которые попытаются на эту элиту По крайней мере как-то скорректировать Правильно? Она будет скорректировать его Что в итоге произошло в Америке? Я вот это хочу спросить Потому что все мы Я вот помню был как раз на Я не могу сказать Это был, знаете, такой день Когда были выборы в Соединенных Штатах Нет, это был день инаугурации Дональда Трампа Мы как раз коллегами были в редакции Телеканда Цепград И мы, многие из нас говорили о том Что Трамп это в каком-то смысле надежда Там Обама до этого использовал этот лозунг На холк надежды своей избирательной кампании Но именно Трамп был своего рода таким символом того Что может еще что-то быть корректировано Но в итоге получилось Что все-таки Вашингтонское болото осушило Трампа И те надежды определенные Которые возлагали не только там в России В контексте российско-мироканских отношений А в политические силы всего мира Были, скажем так, они все были разочарованы Трампе мы видим очень важный момент Вот важен не столько даже сам он Сколько люди, которые за него голосовали За него проголосовали большая часть американцев И это означает, что американцы не согласны С либеральной повесткой дня Это огромный знак Если в Америке возможен выбор Не того реального Трампа, который пришел и стал править А того Трампа, который делал предвыборное обещание В абсолютно антиглобалистском ключе В духе реализма, в духе возврата к суверенной Америке Которая не будет больше вторгаться в другие государства Не будет продолжать империалистические авантюры и интервенции Вот за что голосовали эти люди Вот за что его выбрали Это уже само по себе надежда И вот поэтому я считаю, что голосование за Трампа Это надежда, как Кэн Култер Одна такая американская консервативная политолог Женщина, она сказала Вначале она взяла мой лозунг In Trump with trust Опубликовала книгу А потом, когда спросили Вы еще верите в него? In Trump, you still trust in Trump Она сказала No, in Trumpism with trust Мы теперь уже верим не в Трампа, а в трампизм Вот это очень важно Это реакция Это американское общество Отвергающее либеральные глобалистские элиты Трамп когда стал президентом Его, он хайджакт Его угнали Его просто, ну как бы сказать Похитили Его Дипстейт его описала Далой ему Болтона Который просто, этот бешеный неокон То есть крайняя форма Прямо всего того, что Строго того, что поливал Трампа Во время предупрежденной кампании Болтон это как бы классическая фигура Того агрессивного, тупого Ультра-неоконсервативного политика Который хочет разбомбить Всех и вся И войны Израиля Это ничего страшнее, чем Болтон Просто не существует И его берет Сейчас помощник по-насбезам Фактически он ответственен За российско-американские отношения Поэтому на самом деле С глобализмом не так легко потягаться И тем не менее Реакция американского народа Выбравшего антиглобализм Это огромное необратимое событие Не сам Трамп, а именно трампизм Это означает, что американский народ Во-первых, жив Во-вторых, он еще что-то соображает Он еще не полностью превратился В армию розовых проклинтоновских шапочек Феминизм, феминисток Работоподобных дегенератов Нет, он еще жив, он есть И он наш союзник Он наш настоящий союзник и друг Также мы видим волну популизма в Европе Мы видим в итальянское правительство Левых и правых Про Болтона Это он имеет в виду политика такого Американского Но ЕС и вот этот глобалистский проект Национальный под названием Европейский Союз Который накладывает санкции на Россию До сих пор жив И Гордеев Узел, итальянцы, которые действительно образовали коалицию И обещали, что в нашей программе Будет как раз пункт об отмене санкций в отношении России До сих пор не разрублен Почему? Это очень трудно Потому что вот эта идеология либеральная Оперирующая к прогрессу, к технологии Она уже за время своего господства На части территории человечества, планеты И эта часть все больше и больше расширяется Она уже достигла такой инерции Что она создала мир Мы живем внутри либерализма Сегодня либеральными являются не только идеи Сегодня либеральными являются технологии Сегодня либеральными являются реклама Сегодня либеральными являются сами вещи Мы живем в том техническом, либеральном, капиталистическом мире Где мы сами уже становимся продуктами рыночного обмена Поэтому мы говорим, сколько мы стоим Сколько время стоит и так далее То есть мы уже превратились в детали Этого гиперкапиталистического компьютера Ведь на самом деле рынок есть искусственный интеллект Прообраз Мировой рынок, который распределяет все процессы Исходя из своей оптимальной логики Это и есть прообраз искусственного интеллекта И искусственный интеллект — это голограмма мирового рынка И поскольку мы уже внутри, так или иначе, все страны Даже китайцы, которые пытаются отзоять свою независимость что какие-то детали начинают выпадать, отваливаться. Да, и как детали, ничего себе какие-то. Большинство американского народа хочет выйти из этого компьютера. Они, конечно, не понимают глубины кошмара, и Трамп сейчас демонстрирует им, что дело плохо. Недостаточно иметь яркого, такого атипичного, экстравагантного лидера, который расскажет вам то, что вы думаете, передаст ваше бессознательное, и вы за него проголосуете, и все получится. Нет, это еще ваше зеркало. Но зеркало-то каково? Зеркало чрезвычайно важно. Американский народ в большинстве своем выбрал конец этого главаристского курса. Популизм растет. И если бы мы сейчас со своими проблемами, своим оцепенением, именно интеллектуально, в первую очередь, с чего мы начинали нашу программу, мы бы смогли его преодолеть, что очень трудно верится, но это необходимо. Понимаете, это глаза боятся, а руки делают. Надо просто вот этих, по большому счету, существ очень тихонечко как-то найти момент, чтобы всю эту, как бы, свиноэлиту куда-то мгновенно отправить. И вот тогда, если бы мы еще включились в этот процесс, то шансы на победу у всего человечества над этой системой, либеральной, глобалисткой, были бы. И они никогда не были так высоки, как сегодня. Я прошу прощения. К сожалению, мы вынуждены, в общем-то, завершить нашу увлекательную беседу. С удовольствием. Безумно интересно. Да, сейчас мы сцепляли вопросами снова и снова. Последний вопрос немножко необычный, Александр Георгиевич. У нас есть небольшая традиция. В конце каждой нашей программы звучит песня. Какую песню вы бы хотели услышать в титрах в программе «Вечерний комментерн», которая была с вами в открытой студии «Радио-1», на протяжении часа мы беседовали с известным российским мыслительным и философом Александром Георгиевичем. Александр Георгиевич, ваша последняя. Я хотел бы услышать песню группы «Воины Сиона». «Общечеловеческие ценности». Не-не-не, лесгинка, блядь. Слово какая песня? Я бы с этим послушал, я очень люблю группу... «Фейс». «Боран Эндерклапу в гор». Она вчера выступала, недавно выступала в Москве, в Санкт-Петербурге. У нее есть такая работа. Группу «Анальный носорог», песню «Презерватив ярости». Мне она очень нравится. Мы обязательно ее найдем и поставим. Спасибо еще раз, Александр Георгиевич, наше почтение. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Оставайтесь с нами. Это был «Вечерний комментерн». Дмитрий Горченков, Никита Данюк. Мы вернемся к вам. Да, на этом запись заканчивается. Никую песню, блядь, искать не стали. Образовательно-развлекательный канал «Убер Маргинала». Ссылка в описании.